всем привет сегодня на канале баламан я дема буду спрашивать вопросы у эколога здравствуйте меня зовут пойматова насипа я являюсь экологом лаборатории экологии биосферы центре физико технических методов исследования анализа казахского национального университета имени альфа-раби поехали как грязный воздух влияет на наше здоровье но загрязненный воздух однозначно влияет негативно на организм человека на здоровье человека воздух это такой объект который сразу поступает в организм человека то есть мы если с водой и с какими-то продуктами можем не употреблять их и как бы оставить стороне с воздухом это неконтролируем то есть нам всем нужно дышать и если воздух загрязнен он вызывает ряд негативных факторов такие как головные боли сонливость есть и самые такие ужасные последствия как заболевание раком либо болезни альцгеймера это когда люди забывают что они делали алматы это загрязненный город да алматы является одним из загрязненных городов мира то есть ни для кого не секрет все видят насколько у нас бывает смог и он может стоять и утром и вечером и ночью по тем исследованиям которые мы делаем наши лаборатории мы определили что алматы находится на уровне по загрязненности по таким соединениям как бензол на уровне города дели который в индии но для сравнения в деле живет 22 миллиона человек а в алмате всего лишь 2 миллиона то есть ситуация очень очень такая катастрофичная я бы сказала а из-за чего появляется грязный воздух опять же загрязненность воздуха это деятельность человека есть несколько источников загрязнения воздуха это могут быть как тэц то есть мы в алмате нуждаемся в тепле холодный период времени нужно отапливаться и вот тэц является одним из источников также является автомобильный транспорт то есть выхлопные газы автомобилей тоже негативно влияет помимо этого еще все процессы сжигания чего-то они являются последствиям загрязненного воздуха то есть в частных домах когда отапливается углем либо жигает какой-нибудь мусор это все поступает в атмосферный воздух также даже сжигание листьев или курение сигарет также влияет вносит свой вклад загрязненность воздуха как бороться с грязным воздухом нам детям но для детей я бы посоветовала по крайней мере не сжигать никакой мусор не сжигать листья потому что у нас принято осенью собрать его и сжечь это не есть правильно потому что листья они вообще вся зелена не является таким ацербентом то есть они на себя впитывать все загрязненные вещества в воздухе и когда мы осенью их сжигаем и обратно возвращаем их туда же в атмосферный воздух вот также можно использовать меньше пользоваться общественным авто транспортом которые являются экологически экологически безопасными так метро трамвай и троллейбусы либо эко-басы которые выбросы выхлопные выбросы от которых они минимальны а вот на автобусах нельзя что ли на автобусах можно но есть несколько видов автобусов то есть которые используют бензин который использует дизель а есть который использует газ вот использование природного газа она как раз таки минимум выбросов в окружающей среду то есть зеленые автобусы которые у нас едет они являются минимальным а вот эти белые автобусы которые старенькие они еще потребляют то ли дизель то ли бензин я не уверена не проверяла скорее всего дизель вот когда видит видишь вот это облако вы с выхлопной трубы это как раз таки все поступает атмосферный воздух и является загрязнением если я вот надену маску это поможет мне защититься от грязного воздуха скорее всего да чем нет он будет защищать от определенных видов загрязнения потому что смог это такая сложная структура в которой находится очень очень много видных разных видов загрязнителей маска на скорее всего защищает от взвешенных частиц это та пыль которую мы видим она опасна она тем что она бывает очень очень мелкая ну примерно как волос с размером то есть ее опасность том что она сразу с дыханием поступает в организм в кровь и вот масочка нужно посмотреть точно быть уверен в ее свойства какое время защищает то есть есть временные которые первые минут 20 или час дальше она уже не работает смысла в ней ходить не будет почему говорят что пластик это плохо на пластик это продукт который синтезировал человек получил то есть там много химических веществ которые вредны для организма человека есть два соединения когда используешь контейнеры некоторые там на например можно увидеть такую зеленую наклеечку написано bfa free то есть это бисфенол а который является самым вредным при производстве пластика но эта наклеечка не означает что этот пластик безвреден и можно его использовать дальше он может содержать другие соединения эти соединения не являются вредят организму человеку тем что портят гормональный фон приводит тому что иммунная система человека она снижается особенно у маленьких деток вот поэтому использование пластика его нужно приводить к минимуму или вообще стараться не использовать его это пластиковые бутылки не используют да пластиковые бутылки контейнеры пластиковая посуда особенно одноразовая но она у каждого пластика есть маркировка вот по этой маркировке можно понять насколько она вредна для организма человека есть пластик который можно переработать есть пластике вообще без маркировки которые нежелательно абсолютно использовать я принесла орешки в этом пластмассовом контейнере это безопасно или нормальный контейнер ли это но можно посмотреть на его маркировочку вот кстати написано bpa free то здесь не нас не содержится бифенол бифенол а который вредит до организма его можно замораживать тут что 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 еще можно на горят микроволновку но я бы не советовала вот и тип пластика которую можно переработать это пп относится к пятерке но переноситой решки просто в нем контейнер он безвредный но если его нагревать либо заливать его горячей водой то есть подвергать и какой-либо термической обработки она может привести к тому что вредные вещества в пластике могут перейти в пищу и потом ты начнешь ее потреблять серьезно когда не замечала эти значочки хорошо когда они есть хуже когда нету никаких значочков такую посуду лучше не использовать больше не буду что происходит если одноразовый пластмассовый контейнер использовать несколько раз как опашки одноразовую пластмассовую посуду использовать несколько раз нежелательно на то она из называется что она одноразовая посуда когда как опашки делают обычно нее начинает горячей водой промывать чтобы не осталось внутри никаких грязных веществ на самом деле это неправильно потому что как только пластик подвергается температурной обработки все вещества которые мы до этого обсуждали они начинают переходить воду в пищу намного быстрее и одноразовую посуду как только ее царапаешь или повреждаешь соответственно не подвергая температурной обработки обратно же эти соединения переходят пищу далее в наш организм поэтому использовать одноразовую пластмассовую посуду много раз нельзя а вот пластмассовая бутылка это считается как одноразовая пластмассовая бутылка из-под воды да она считается одноразовой да вот на базаре же продают там одноразовые бутылки там от газировок и там шубат кумыз и другие напитки это правильно ну для кумыза и шубата вообще должно быть отдельное условие хранения потому что это кисломолочные продукты а так как они продаются в холодном виде я думаю что катастрофичной ситуации там нет но все же это неверно потому что это не гигиенично как минимум они не подвергаются какой-то обработки имеется ввиду в бактериальном по плане она лучше использовать стеклянную сейчас можно приобрести такую стеклянную бутылочку которую можно промывать и несколько раз использовать чем пластмассовую какие вещи не могут быть переработаны ну 40 процентов всего пластика в мире подвергается только переработке остальное просто остается каким-нибудь мусорных свалках которая загрязняет опять же планету все что скорее всего это пластик который нельзя переработать перебор переработки хорошо подвергаются железные банки все что сделано из металла 95 процентов их можно переработать стекло можно переработать где-то на процентов 50 60 вот ну и самый последний стадий является это пластиковые изделия еще нужно отметить что пластик он не разлагается в окружающей среде то есть для его разложения нужно как минимум четыреста пятьдесят лет вот то есть если вы там выпили в воду либо вы кинули какую-нибудь пластмассовую тарелочку ложечку окружающей среды и никто не донес до мусорки она так и будет лежать не разложившись еще пластик опасен тем что мы люди различаем что это пластик и мы можем не потреблять его и убрать а животные они не видят разницы они начинают кушать то есть этот пластик путаться в нем особенно сейчас большая проблема это мировом океане когда киты погибают из-за пластика редкие виды млекопитающих тоже путаются в этих каких-нибудь снастях либо в пакетах которые забрасывают просто и никто не убирает их оттуда что делать чтобы не использовать пластик то есть воду можно носить собой стеклянных либо жестяных баночках пластмассовые тары заменить на стеклянные для переноски пакеты которые у нас везде используются сейчас заменить на эко пакеты то есть они многоразовые их можно каждый раз с собой брать и использовать под назначению давайте сохраним природу и не будем больше использовать пластик потому что он очень вреден как мы уже сегодня услышали так следующий вопрос как изменился мир с тех пор как вы выросли у меня не было телефона в 11 лет мы играли во дворе это могли быть какие игры типа футбола либо с девочками вязали платежки на куклу барби это это и были наши игры то есть это все происходило оффлайн они онлайн игре нас было определенное время когда мы со всеми ребятами во дворе собирались и начинали играть значит у вас был более подвижный образ жизни вода вы игрались да мы однозначно дома мы сидели минимум все время проходил проводили во дворе играя в различные игры сейчас дети проводят больше времени играя смартфоны компьютерные игры и тем самым их образ жизни он очень пассивный это конечно же очень плохо влияет на здоровье ребенок может сидеть часами и не двигаться даже не рукой не ногой и так далее не у нас рука двигается даже видео а один пальчик нужно меньше проводить времени за гаджетами и вести какой-то активный образ жизни это надо так вот следующий вопрос как можно сохранить энергию в доме это скорее всего не сохранить а сэкономить электроэнергию в доме во первых нужно поменять все старые лампочки на светодиодные энергосберегающие они в пять раз экономят энергию и в десять раз дольше слушать тех старых вот этих лампочек которые были во вторых все электроприбор которые мы используем даже когда они остаются зарядки они потребляют какое-то очень малое количество электроэнергии но все же есть нужно как бы обесточивать либо хотя бы почитать в инструкции насколько они там безопасно их оставлять просто некоторые думают если отключить от кнопочки например телевизор то он больше не потребляет электроэнергию на самом деле очень очень маленький расход но есть что еще нужно сделать ну есть правило по моему уже давно она звучит уходя гасите свет то есть нужно везде выключать свет как только вы покидаете какое-то помещение если оставить зарядку в розетке она до сих пор будет потреблять энергию да будет но это будет очень очень маленькая затрата электроэнергии но лучше вытаскивать с розетки и не оставлять ее там течение дня или ночи чтобы опять же привести к тому чтобы сохранить электроэнергию хорошо если эта зарядка она качественная с ней ничего не будет но у нас многие розетки они бывают некачественны они могут привести короткому замыканию далее пожаром когда например вас нету дома поэтому лучше обесточивать и не оставлять ее что случится если убрать все леса на планете все леса на планете но леса это определенный домик для некоторых животных и птиц то есть если убрать все леса мы просто лишаем их дома это приведет тому что нарушится вообще какой-то круговорот в природе и также вся зелень она нам дает дополнительный кислород то есть известно что деревья они поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород которым мы дышим если убрать все леса это будет очень очень плохо а как как деревья нам дают кислород через где-то дырочка есть какая-то там везде дырочки на всех если взять листик например можно видеть что у него структура даже наша кожа она дышит то есть она потребляет она может поры да то есть у листочков тоже есть свои функции у деревьев то есть у них функция такая что не наоборот углекислый газ потребляет а вырабатывает кислород а у людей функция обратная мы вдыхаем кислород а выдыхаем углекислый газ то есть все леса на планете они помогают нашей жизни да так что надо прекратить вырубку лесов люди себе наоборот плохо делают что вырубают наши леса это есть заменяющих бумагу который не надо вырубать леса чтобы делать бумагу да не так это можно да можно во первых это один из моментов можно перерабатывать бумагу которую уже использовали тем самым сохранить это 50 процентов выработки например вырубки лесов и еще недавно я видела что один ученый в россии он предложил использовать листья для того чтобы производить бумагу то есть листья они принципе тоже часть деревьев и и этот способ он является одной из альтернатив для вырубки деревьев чтобы получать бумагу как сохранить воду чтобы ее не становилось но и так становится меньше но чтобы ну как сэкономить воду да сэкономить воду во первых нужно закрывать экраны проверить нет ли утечек потому что пока нет никого дома эта вода может накапливаться и в день потребляться там до 10 литров просто уходить в никуда и есть выработать хорошие привычки например когда моете посуду не оставлять кран включенным можно ее всю сперва намылить а потом ее просто сполоснуть когда принимаете душ тоже не оставлять воду включенной например пока в этом намыливаете голову можно в этот момент просто ее отключать ну и не использовать не по назначению воду там выливать ее или либо некоторые люди любят там поливать сад из по воды из-под крана для этого для поливки садов можно использовать какую-то техническую воду они воду для питья как наши повседневные привычки влияет на экологию повседневные привычки влияет очень сильно то есть нужно вот какие повседневные привычки доносить мусор до мусорки это во-первых не плеваться на улице вот потому что я замечаю что очень много людей молодых людей это делает потом сортировать мусор тоже благоприятно влияет на окружающую среду экономить воду и энергию как мы это уже обсудили потреблять меньше пластика да да мы это тоже пришли использовать меньше автомобильного транспорта пользуются общественным транспортом это приводит тому что тоже вы меньше выбрасываете в окружающей среду загрязнителей вот не вырубать леса не вырубать леса то повседневные не сжигать листья повседневные привычки это когда это подходит типа ты можешь зубы и кран до сих пор включен там я считать как повседневная привычка конечно повседневная привычка если посчитать сколько уходит воды когда вы чистите зубы это примерно 7 литров воды хотя для почистки зубов хватает стакана воды это 250 миллилитров то есть у меня например племянник он набирает стакан чистить зубы полоскает ну наверное потому что он просто не достает до раковины и чтобы открыть кран но все же я думаю что это выработается потом в привычку и будет сказываться на экономии воды надо экономить воду не вырубать леса не мусорить и сохранить нашу любимую природу и планету вот интервью у нас закончилось подошло концу и подписывайтесь на канал баламан пишите в комментариях какие вопросы еще хотите и ставьте лайки не болейте все до свидания пока пока и